Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с руководителями инженерных школ и их партнерами. Чтобы все вместе в одном месте объединить и добиться необходимого нам в стране успеха. В Казани стартовали первые в истории фиджитал игры. Ой, сразу видно, пару пиртов заложили и забили первый мяч. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Софья Воронова. Миноборнауки России опубликовала результаты официального рейтинга медиа-активности вузов за прошедший год, в котором Казанский федеральный университет занял четвертое место. Рейтинг Миноборнауки России учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве по трем основным направлениям. Работа со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. В Великом Новгороде состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководителями инженерных школ и их партнерами. Все подробности встречи узнавала наш корреспондент. 21 сентября в Великом Новгороде прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями передовых инженерных школ и их партнерами. Напомним, в апреле 2022 года было подписано постановление правительства о мерах государственной поддержки программы развития передовых инженерных школ. В рамках проекта вузам, прошедшим конкурсный отбор, предоставляются гранты на создание передовых инженерных школ по ключевым направлениям развития науки и технологий. Общий бюджет проекта до 2024 года состоял 34 миллиарда рублей. Тогда заявки на конкурс подал 91 вуз из более чем 40 регионов России. Партнер СВИСПАО «КамАЗ» Казанский федеральный университет выступил заявкой на создание передовой инженерной школы «Киберавтотех» с тремя приоритетными направлениями развития. Интеллектуальный автомобиль, автомобиль с низким нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства. Отметим, что при создании передовой инженерной школы учитывалось множество факторов, включая и территориальное преимущество. На территории Камской промышленной агломерации развиваются пять ведущих индустриальных центров, формирующих более 3% российского валового оборота промышленности. Ежегодная потребность в инженерных кадрах предприятий, расположенных на этой территории, превышает 5000 человек. Казанский университет надеется вместе с индустриальными партнерами и научными организациями к 2025 году отработать и запустить серию технологий производства электрических грузовых автомобилей с отечественными аккумуляторами. Также школа намерена представить тиражируемые решения в сфере организации цифровых производств. К 2026 году здесь хотят наладить выпуск беспилотных грузовиков и продемонстрировать первые промышленные решения по водородным топливным элементам. К 2030 году школа должна предложить эффективную оригинальную технологию изготовления и эксплуатации водородных двигателей и батарей. Как и для большинства небольших городов, для нас особенно проблема связана с оттоком кадров. В первую очередь, конечно же, молодежи. Поэтому для нас передовая инженерная школа – это один из инструментов создания решения этой проблемы. И как раз КАМАЗ предоставляет нам реальные боевые задачи, которые позволят притянуть как магнит к нам в набережную члены филиал побольше талантливых детей, которые смогли бы решать реальные задачи. Еще хотел бы отметить, что передовая инженерную школу на базе Казанского федерального университета, она отличается тем, что нас поддержал не только КАМАЗ, а нас поддержал и Республика Татарстан. Она готова финансировать в равных долях, как и КАМАЗ, по 600 миллионов. Далее заместитель генерального директора, директора по развитию ПАО КАМАЗ, индустриального партнера Киберавтотех Ирик Гумеров рассказал о задачах, которые решаются в рамках передовой инженерной школы. Прежде всего, это квалифицированные кадры, инфраструктура, финансирование и хорошие научно-технические направления. Также он рассказал о направлениях, которые планируют реализовать. Одно из них – автомобили и транспорт с низким углеродным следом. Второе – нам нужно, конечно, как бы правильно здесь упрекнули, больше сделать локального контента, локальных компонентов. И для этого опять нужна хорошая инженерная работа. Мы планируем создать новое поколение электробусов, электромобилей и рассматриваем и реализуем уже водородные автобусы и автомобили на водородном топливе. Гузель Капитонова отметила, что для того, чтобы сделать прорывные разработки, необходима существенная материально-техническая модернизация, закупить современное оборудование и программное обеспечение, причем отечественного производства. Вот вопрос в следующем. Можно ли федеральное финансирование в рамках передовой инженерной школы сделать таким образом, что большинство затраты сделают в ближайшие годы, чтобы купить это оборудование, а остальные уже затраты сделают потом? Но если это связано с закупкой дорогостоящего оборудования, еще что-то сделать можно, тем более, что сейчас мы, работая над бюджетом, пришли к выводу, что мы где-то в 2024 году выйдем уже на так называемые бюджетные правила и уверенно будем сокращать дефицит бюджета данного лица в 0,7%. Это значит, что в этом году, даже в этом даже еще, может быть, проще сделать. И в 2023 году, где дефицит планируется в 2%, у нас, я думаю, что, может быть, и двух-то не будет, на самом деле, может быть, меньше, но, или где-то в этом. Но, во всяком случае, ресурсы есть, и, конечно, наверное, можно сделать чуть-чуть влево. Работаем. Напомним, проект передовой инженерной школы призван обеспечить высокопроизводительные и экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами для достижения технологической независимости, а также создать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с ведущими компаниями Российской Федерации. В 2024 году планируется запуск более 500 новых программ, опережающих подготовки инженерных кадров, разработанных в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Более 200 выпускников передовых инженерных школ будут трудоустроены в высокотехнологичные компании и предприятия Российской Федерации. Елизавета Никитина, Универньюз. В Казань-Экспо стартовали первые в истории фиджитал-игры. О том, как прошел первый день состязаний, узнаете далее в сюжете. В преддверии 2024 года, где мы будем проводить игры будущего сегодня, это тестовый режим. И я хотел бы пожелать участникам, ну и зрителям эмоций. Все, что делается, оно делается на перспективу. И те цифры, которые называют, насколько это увлекательно и востребовано. Поэтому большое спасибо, что руководство страны, доверил на Татарстану, готовиться к этим играм. В Казани дан старт первым фиджитал-играм. Это международный турнир, сочетающий киперспортивные дисциплины со спортивными соревнованиями. Помимо российских атлетов, участие принимают команды из Бразилии, баскетбольные из Беларуси, в гонке дронов будут участвовать коллективы из Турции и Болгарии. С 21 по 23 сентября 2022 года пройдет тестовый вариант игр, по итогу которого будут выявлены все недочеты. На сегодняшний день у организаторов есть большие планы по реализации проекта. Но самая главная цель, позволяющая стремительно развиваться, это получение опыта и выявление ошибок. Тестовые соревнования, они должны быть тестовыми соревнованиями. Там должны быть ошибки. Там должна быть после этого работа над ошибками. Это нормальная ситуация, они на это и тестовые. Поэтому мы на эти тестовые мероприятия билеты не продаем, мы их раздаем. Приглашаем всех и готовы ко всем открытым комментариям, конструктивным комментариям, чтобы нам указывали на эти ошибки. Самое главное для нас это тестирование картинки. Это не то, что происходит на площадке, а то, что происходит в кадре. В турнире по фиджитал-футболу выступили четыре команды. Фейк-футбол во главе с капитаном популярного клуба медиалиги «Ту Дротс» Эдамасом Скляром встретился с Тама Джунта из Бразилии, а Нью Рашен с локомотивом. На первом этапе в футбольном симуляторе команды соревнуются по правилам интерактивного футбола в режиме «Вольта мини-футбол». Между ними проводится один матч. В каждом тайме участвуют по два спортсмена от команды. На втором этапе в физической части матча соревнования проходят по правилам мини-футбола. От каждой команды на площадке находятся по пять игроков, два в замене. Победитель определяется по сумме забитых мячей на обоих этапах. В случае равенства забитых и пропущенных мячей победитель определяется по серии после матчевых ударов в шестиметровой отметке. Когда поступило предложение, я предложил ребятам. Для них это интересная возможность, во-первых, участвовать в новом формате, в которой они любят и киберфутбол, и футзал. Для них это отличная возможность проявить себя и там, и там. Плюс также побывать в Казани. Мы играем два на два. То есть каждый играет не один, а с партнером. Поэтому здесь есть, конечно, должно быть понимание. Мы сейчас прорабатываем варианты, кто с кем лучше взаимодействует. В этом, да, есть подготовка. Но если так прям глобально брать какие-то сборы, то, конечно же, нет. Одной из ведущих сил любого мероприятия является зритель. На сегодняшний день площадка Фиджитал Игр вмещает в себя до 400 человек. Каждая из них в предвкушении чего-то нового и неизвестного. Мы на данное мероприятие приехали с классом. Нам об этом рассказали учителя. И мы многое слышали о этих играх. Мы не знаем, конечно, что тут будет, но очень бы хотелось узнать. Призовой фонд игр составит 6 миллионов рублей. В рамках Фиджитал Игр проходит соревнование в четырех дисциплинах. Фиджитал Футбол, Фиджитал Баскетбол, Битсейбер и Гонки Дронов. Ивент продлится до 23 сентября в Казань Экспо. Транслироваться Фиджитал Игры будут эксклюзивно на площадках ВК, ВК Плей и ВКонтакте. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. На полях международного форума «Казань Диджитал Вик-2022», проходящего в эти дни в столице Татарстана, состоялось подписание соглашения о создании Межвузовского центра мониторинга информационной безопасности – Security Operation Center. Свою подпись под документом поставил в том числе проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского университета – Дмитрий Пашин. Пилотный проект будет реализован Казанским федеральным университетом и университетами-партнерами совместно с компанией InnoStage. Казанский федеральный университет принял мэра турецкого города Бодрум Ахмеда Араса. В сопровождении проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева гость ознакомился с Музеем истории Казанского университета, посетил актовый зал и мемориальную аудиторию. Казанский федеральный университет посетил ректор Тибрийского университета исламского искусства профессор Мохаммад Аликинджад из Ирана. Делегацию сопровождал проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Напомним, что на данный момент в Казанском федеральном университете обучается около 800 граждан Республики Иран. На этом все. В студии была Софья Воронова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok